Доброго времени сутка, уважаемые гости, подписчики канала «Записки мастерия». На обзоре дополнение к коллекции «Деньги мира» от издательства «Моди Мия». Это спецвыпуск номер один. И в этом выпуске 50 билетов от МММ Сергея Мавродия. Открываем пакетик и смотрим всё содержимое. И пакетика вот этого с денежкой, и журнала. Оно, кстати говоря, здесь вот дополнительный листочек для банкнот. Очень замечательно. Сама денежка. И вот журнальчик. 50 билетов МММ. Так, ну, посмотрим, что здесь у нас хорошего написано. Здесь содержание этого спецвыпуска. Тираж этого спецвыпуска номер один, 2000, экземпляр. Так, денежная система МММ. Акции для бедных. Билеты МММ были выпущены Сергеем Мавроди по необходимости. И изначально не задумывались как платёжное средство, но стали таковым по инициативе самих граждан. История билетов МММ стала ещё короче, чем история всей пирамиды. Но получилась не менее яркой. Вот этот сам Сергей Мавроди. Так, 10 фактов про МММ. Ну-ка посмотрим. У МММ было три учредителя. По первым буквам их фамилии компания получила своё название. Помимо Сергея Мавроди, МММ создавали его родной брат Вячеслав Мавроди и первого жена Вячеслава Мавроди, Ольга Мельникова. Первые пять лет компания МММ ввела финансовую и торговую деятельность. Финансовой пирамидой она стала лишь в 1994 году. А изначально специализировалась на ввозе в СССР импортной оргтехники и их продажи. Сергей Мавроди утверждал, что его компания была целенаправленно разрушена государственными органами. И именно из-за их действий миллионы вкладчиков потеряли свои деньги. Посчитать точно количество пострадавших от финансовой пирамиды невозможно, потому что никто не вёл учёт владельцев билетов МММ. А центры экспертов разнятся, они называют цифры от 2 до 10 миллионов потерпевших. Но следствие по делу МММ официально признало потерпевшими только 10 454 человека. Доказать даже ущерб невозможно, так как билеты МММ были неименными, а их стоимость постоянно менялась. Вот так. Невозможно даже угадать стоимость ущерба. Вроде как номинал один билет, а он мог стоить не один, а где-нибудь... Ну, в смысле, не один рубль там, а где-нибудь за тысячи. Далее. Вопрос, куда делись деньги МММ, до сих пор остаётся открытым. Говорят, что следы десятков миллионов долларов были найдены в банках США. Успехи МММ вдохновили многих деятелей на создание таких же финансовых пирамид. Их в стране в 90-е годы появилось около 1700. Наиболее известными были Коперинвест, Русский дом Селинга, Властелина, Гермесфинанс, Русская недвижимость. Но до масштабов МММ им было далеко. Но и в этих пирамидах сотни тысяч россиян потеряли свои деньги. 31 декабря 1993 года на канале НТВ «Россиян с Новым Годом» поздравлял Сергея Мавроди. В ролике он представился как президент объединения МММ, которое знают все. Несколько раз компания МММ устраивала дни метро, делая проезд в московском метро бесплатным для всех пассажиров в течение дня. По оценкам экспертов, каждая такая акция обходилась в Мавроди примерно в миллион долларов. В середине 2000-х годов на учете психологической лечебницах Москвы и Московской области находились около 400 Сергеев Мавроди. Считается, что абсолютный рекорд и большое количество двойников не было ни у кого из современников. Популярно, дяденька, даже Наполеонов, наверное, меньше, чем Сергеев Мавроди. Так, что это за факт? На пике популярности МММ в 1998 году он, по оценкам экспертов, зарабатывал порядка 50 миллионов долларов в день. Вот это да. Так, здесь вот небольшая хронология некоторых этапов его жизни. Ну вот, в 1989 году в Ленинском сполкоме города Москвы зарегистрирован корпоратив МММ. Что ничего интересненького есть? Вот, в октябре 1994 года Мавроди зарегистрировался в качестве кандидата в Госдуму. В этом же месяце он выиграл выборы и получил депутатскую неприкосновенность. был арестован, в 2007 году был выпущен, в 2011 году основал новый проект МММ-2011. Мы можем многое. Так... Чтобы избирать ответственности, сам Мавроди назвал этот проект финансовой пирамидой и предупреждал будущее кладчиков о возможности потери средств. В 2012 году этот проект закрылся и он запустил новый МММ-2012. Но эта пирамида тоже рухнула. 26 марта 2018 года Мавроди скончался от сердечного приступа. В марте 2019 года появился сайт с видеороликом похожего на Мавроди-мужчины, который говорил, что он Сергей Мавроди. Автор роликов утверждал, что Мавроди жив и предлагал всем желающим вложиться в новый проект МММ. Вот... Преступная деятельность какую разводят. Нехорошие люди. Преступный гений Сергей Мавроди. Я не гений, гений лишь одна из сторон моей личности. Я мессия. Я меняю мир. Какие интересные высказывания. У меня нет мечты. Я всегда получаю то, что хочу. Так, а вот тут информация по этой купюре. Ну, давайте мы сейчас её сразу и рассмотрим. Вот такая вот картоночка. Это предлагают приобрести набор для нумизматов. Весы электронные, пинцет для монет и банкнот, перчатки хлопковой застёжкой, ультрафиолетовый детектор для банкнот, салфетки для полировки монет. Спасибо. Посмотрим. Так, ну что ж. Вот она. Вот на это денежка. 50 билетов. Как всегда, специально есть рамочка, куда можно её, эту купюру установить и проверить соответствие, пунктиры правильно или нет. Всё сходится. Так, ну что ж. Смотрим эту общую информацию. Это 50 билетов МММ. Размер её 153 на 75 миллиметра. Год выпуска – 1994. Всё здесь не вижу. Надо будет посмотреть, может где-то здесь и есть. Так. Так. Значит, присутствует портрет Сергея Мавроди. Надпись Сергея Мавроди. Цифровое обозначение номинала. Номинал прописью. 50 билетов. 50. Логотип МММ. И серийный номер этой банкноты. Оборотная сторона. Здесь надпись МММ. И надпись прописью. 50 билетов. Вот. Правда, года выпуска не вижу я здесь. Правда, 1994 или нет? Ну, скорее всего, да. Вы, наверное, больше не выпускали их. Вот. Так, что ещё интересного есть. Билеты МММ с каждым годом ценнее. В 21 веке билеты МММ вновь обрели ценность. Они стали объектом коллекционирования. Благодаря этому некоторые вкладчики даже вернули свои деньги. И так вот. Очень даже интересненько. Хоть чем-то купюра эта могла помочь. Так. Билеты МММ. Первая серия. Вот такие изображения этих банкнот. Выпуск билетов МММ начался весной 1994 года. Самого крупного номинала. Тысяча билетов. Сначала, видите, появилась такая большая купюра. А потом пошли меньшие номиналы. Так, серия состояла из семи видов билетов. На лицевой стороне каждого из них размещен портрет Сергея Мавроди. На оборотной стороне надпись МММ. Угу. Билеты печатались на бумаге с водяными знаками. Но они были разными. Да. Водяной знак есть даже. Не вижу. Обманываете меня. Нет никакого здесь на минул водяного знака. Они есть. Правда еле видно, но присутствует. Так, бог с ним. Значит, билеты есть. Один билет. Десять. Двадцать. Пятьдесят. Сто. Пятьсот. И тысяча. Семь билетов. Так, а вот билеты МММ. Вторая серия. Угу. Вторая серия состояла всего из четырех номиналов. Достаточно большой разницей в стоимости между ними. Один. Сто. Тысяча. Тысяча. Десять тысяч. И третья серия билетов МММ. Десять. Двадцать. Пятьдесят. Пятьсот. Тысяча. И вот эта серия самая дорогая с точки зрения коллекционирования. Так, смотрите. Пирамид. МММ. Самый известный и громкий проект Сергея Мавроди. Классическая финансовая пирамида. Крупнейшая за всю историю России. Как по количеству пострадавших, так и по объему ущерба. Но в полную силу она работала всего полгода. С февраля 1994 года до августа этого же года. За 25 лет активной деятельности Мавроди успел запустить еще несколько проектов по всему миру. А вот символ эпохи. Непосреднюю роль в привлечении вкладчиков в МММ сыграла агрессивная рекламная компания. Главного героя телевизионных роликов того времени Лени Голубкова до сих пор помнит почти вся страна. В интервью нашего журнала актер Владимир Перемяков рассказал, как он получил роль Лени Голубкова. Что осталось за кадром телевизионной рекламы. И были у него самого билеты МММ. Тут небольшой репортаж о нем. Так, деньги мира в вопросах и ответах. Что это такое? А, это просто небольшие вопросики и сразу же на них ответы. Например, сколько валют сейчас в мире? Сегодня в мире насчитывается 159 валют. Где появились первые монеты? За звание самого древнего производителя монет соревнуются Лидия и Китай. Какая монета самая тяжелая в мире? На сегодняшний день это миллионы долларов золотая монета. Изготовлена монетным двором Перта, Австралия. Тысячекилограммовая. Изготовлена из золота. 1999 пробы. Имеет диаметр 80 сантиметров и толщину 12 сантиметров. Здоровски. Так, ну это вот 10 отличий. По 5 с каждой стороны нужно найти. И анонс следующего специального выпуска номер 2. Здесь бонна 1000 рублей Нижегородской области. Интересненько. Ну, в принципе, можно будет приобрести. И второй выпуск. Вот этих вот интересных неплатежных денежек. Вот такой вот интересный спецвыпуск мне попался. От дачи самодемия дополнений к коллекции основной деньги мира. Правда говоря, у меня немножечко коллекция застопорилась. На пятом выпуске. Ну, есть возможность приобретать. Снова эти выпуски. Возможно, буду собирать снова эту коллекцию. Всего в коллекции 50 выпусков. Осталось-то 45 номеров приобрести. Совсем чуть-чуть. Вот. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Здоровья вам. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok